Tengri News передает Адель, что появились данные о национальном составе Казахстана. Так вот, по последним данным в общей численности всех казахстанцев, доля казахов увеличилась с 63,1% до 70,4%. Также в число национальностей с наибольшим количеством в Казахстане вошли русские, они на втором месте 2,9 миллиона человек, узбеки 614 тысяч человек, украинцы 387 тысяч человек и еще один самый большой этнос в Казахстане, это уйгуры 290 тысяч человек. Это данные Бюро национальной статистики, напомню. Ну, еще из интересного что? Количество этноса в стране всего у нас, сколько национальностей проживает, 124. И сейчас Адель зачитает, кто у нас еще живет в Казахстане, в многонациональном Казахстане. Ну, не еще кто, а вот такие этносы, как вепсы, орочи, долганы, датчани, удыгейцы, цахуры, мансийцы, цанайцы, монголы, селькупы, чукчи, нифхи, ижорцы, кеты, коряки, кимчаки, нагнасаны, самы, чуванцы. Вот такие вот самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в Астане, Алматы и Мангостауской области. Достаточно прочитала? Да. Этносов еще больше, просто хочется... Да, все 124 читать мы не будем, да, но я хотел, ну, немножко передвижка, а вот тяжелая первая часть была. Да, и хочется образовывать нас всех, узнавать что-то новое. Да, узнавать, кто еще живет в многонациональном Казахстане. Напомню, мы все за многонациональный Казахстан. Еще одна важная тема, как ты вот сказала, наибольшие темпы роста. Где? В Алматы, в Астане и в Мангостанской области. Почему? Мы с тобой предполагали, может быть... Потому что там живут самые активные люди. Активные люди? Да, которые... А мы же еще думали, что может быть погодные условия. Ну, да, ну, тогда должно быть в Шамкенте, наверное, или в Жамбург. Там тоже с рождаемостью нормально. Ну, мы с тобой такие себе аналитики по вот этим вопросам. Ну, в общем, все у нас нормально и с многонациональностью, и с тем, что и казахов, и всех прочих рождается больше. Ну, двигаемся дальше. Да, хотели немножко отойти от этих очень тяжелых для нас и для вас тем. И еще, пользуясь случаем, хотим сообщить вам, или точнее обратиться ко всем, кто нас смотрит. Мы, вы знаете, создаем видеоконтент для вас, и мы знаем, что вы всегда поддерживаете наш труд комментариями и лайками. Поддержите наш мерч Айран, ведь если вы с нами, значит, мы вместе. Приобрести худи и футболки символика Айрана, которые появились теперь в продаже, можно по ссылке в описании. И, пожалуйста, обратите внимание на специальное предложение от Айрана. Это свитшот «Нормальный Казахстан». Смотрите Айран, носите Айран. Да, и у меня вопрос, почему, Адель, сегодня ты не в фирменном мерче? Все время я в фирменном мерче ходила в новостях и говорила о нем. Но сегодня так вышло, сегодня дела были поважнее. Я тоже не в фирменном мерче, ладно. В общем, фирменный мерч вы можете увидеть, есть он в соцсетях, как это все выглядит, сколько стоит, вся информация там есть. Да, теперь новости, опять новости семьи, но не нашей дружной семьи Айрана, а опять семьи Айрана. Да, вот что-то весь выпуск у нас опять посвящен одному и тому же. Такие новости. В общем, бывшая домработница Алии Назарбаевой, как ее называли в прессе Шнар Мухтарова, вернула, Адель, внимание, государству, бывшая домработница, вернула почти миллиард украденных тенге. Сейчас экс-учредителя компании РОП, которая вот эта компания отвечала за утиль сбор, ее судят за масштабные хищения, вернули ее из Эмиратов, где она скрывалась, и вот эта талантливая девушка или женщина, сделавшая головокружительную карьеру от домработницы до миллионерши и успешной бизнесвумен, она передала государственной компании Жасыл Дому, которая пришла на смену РОПу и теперь тоже отвечает за утиль сбор в Казахстане. 920 миллионов. В общем, нечистая на руку предпринимательница, вернула то, за что ее будут судить. А судить, наверное, скорее всего, будут. Потому что, хотя и она сама, и адвокат подсудимой надеялись, что возврат вот этого похищенного позволит ей со следствием договориться, но в процессуальном соглашении домработницы Алии Назарбаевой отказали. То есть провернуть, как это уже называют в прессе, боронбаевский трюк не получилось. При этом адвокат приближенной младшей дочери Нурсултана Назарбаева прокомментировал, что их якобы заверили в том, что соглашение готово. Но в итоге, так сказать, их кинули. Теперь защита Шнар Мухтаровой собирается подать повторное ходатайство, чтобы заключить процессуальное соглашение. То есть, понимаете, признать вину и смягчить себе наказание. Но судя по тому, что прокуроры не хотят идти на сделку, возможно, они хотят от нее и других признаний. Ну, например, сдать Алию Назарбаеву. Неспроста, наверное, и всплыла ее фамилия в стенах парламента, воздвигнутого, кстати, ее отцом. Напомню, что депутат партии Аманат Ирланд Саиров призвал генеральную прокуратуру допросить и дочь Назарбаева по делу утильсбора. Об этом мы, кстати, говорили, да, тоже в наших стримах. Депутат был возмущен тем, что, несмотря на показания в суде бывших сотрудников компании на причастность Алии Назарбаевой к многомиллиардным сборам, следователи как бы вот проигнорировали показания и даже не стали подтягивать к следствию Алию. Да. Ну, а может быть, тоже мы об этом много раз говорили, что не будут ее привлекать. То, что ее имя полоскают в прессе, это такой пиар-ход. А на самом деле, есть глобальные договоренности между старым Казахстаном, новым Казахстаном, и уж Алию Назарбаеву точно трогать не будут. В общем, следим мы за судебным процессом над приближенной Алией Назарбаевой. Посмотрим, какие еще подробности она расскажет во время суда. Ну, а следующая новость, она тоже связана с судами, со следствием и с Россией. Да. Наша постоянная рубрика. Там, кстати, нас хейтят, что я называю Россию мордором. Можно я назову ее просто... Назови ее просто Россией, пусть все успокоятся и... Страна-агрессор, я хочу сказать. А, да, хорошо, хорошо. Новости, связанные со страной-агрессором. Тоже буду встретить. Якутский активист Айхал Амосов, который был задержан в Алматы полицией 9 октября, получил свидетельство лица ищущего убежище. Так это называется. Об этом написал его адвокат Мурат Адамов. Ну, в общем, что это дает? По словам адвоката, этот статус позволяет оттянуть вопрос об экстрадиции активиста в Россию. Но правозащитники говорят, что это вовсе не гарантирует, что Айхала вообще теперь не отправят в Россию. Ему еще могут отказать в получении статуса беженца. И снова встанет вопрос об экстрадиции. Сам Амосов, который известен как Якутский панк, до сих пор находится в следственном изоляторе Алматы. Там же находятся и другие активисты. И наши правозащитники предупреждали, что выдавать Айхала Амосова родине ни в коем случае нельзя. Потому что на него в России возбуждено уголовное дело за антивоенную деятельность. И этот активист, смелый парень, известен тем, что выступал против войны в Украине. И повесил в центре Якутска баннер с надписью Якутин Панк Эгейнст Вор. Как переводится? Переводится как Якутский панк против войны. В общем, несложно догадаться, что будет с таким активистом, который такие лозунги в России развешивает, если казахстанские власти все-таки его отдадут российским силовикам. Следим за этой ситуацией. Да, но, впрочем, такую же отсрочку получила и другая российская активистка Наталья Нарская. У нее тоже свидетельство лица, ищущего убежище. Как Амосову, в России ей вменяют экстремистскую деятельность. И она находится сейчас в СИЗО уже с июля. Сейчас адвокаты ждут решения, получается, двоим активистам. Выдадут им убежище в казахстанские власти или все же откажут? Да, ну и дело Евгения Пригожина живо, да, продолжаем эти новости. Переходишь к новостям, да, Орен, так живо переходишь к новостям. Живо и бодро, хотя, ну, ничего хорошего нету. Абсолютно. В том, что дело Пригожина живо. В общем, несмотря на то, что сам этот путинский палач, как его называли, погиб в этой авиакатастрофе очень странной в конце августа, ЧВК Вагнер оказывается продолжает действовать, работать. И напомню, что крушение самолета западные аналитики посчитали местью хозяина. Хозяин это, то есть Путин, потому что за два месяца до своей смерти Пригожин поднял военный мятеж и двинулся с колоннами военных и техникой на Москву. Но потом были переговоры, в том числе с президентом Белоруссии Лукашенко, который заверил мятежника в гарантиях безопасности и отступил. В общем, после бунта активность Пригожина тогда спала и в конце августа он погиб в загадочной авиакатастрофе. Так вот, теперь всплывает имя его сына. Пермский портал 59.ru теперь пишет, что сын Пригожин, оказывается, у него сын был, есть, 25-летний Павел Пригожин занял место отца и возглавил руководство над наемниками, над вагнеровцами. Не только возглавил, но сообщают и о том, что Вагнер начал заново вербовать людей на войну против Украины. Да, но Даурен, в отличие от отца, который не стеснялся наполнять свою армию зэками, сейчас набор идет только среди гражданских. Но официальных сообщений от Росгвардии, в состав которой вошел Вагнер после смерти своего хозяина, нет. Впрочем, 25-летний новый глава наемников уже успел, оказывается, повоевать в Сирии. И он даже получил внутреннюю награду за службу от отца «Железный черный крест». Это что-то вроде аналога ордена замужества. Чем именно он так проявился, такой вот юный боевик, не говорится. Известно только, что за выполнение особо важного задания, вот такое особо важное задание было. По неофициальным данным, после смерти Пригожина-старшего дитя путинского палача он исследовал и часть имущества, ну и, естественно, активов отца, точнее, то, что осталось. Дитя путинского палача. Так это звучит интересно. Да, ну ладно, давайте черт с ним, с этим Пригожином. Теперь к новостям большой политики. Да, давайте. Хорошим новостям. Вчера нашу страну посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Тукаев, президент Казахстана, назвал визит коллеги историческим. Но в столичном аэропорту дорогого гостя встречал премьер-министр Алихан Смаилов. Нужно отметить, что в этот день в Астане был обильный снегопад и строгом пальто, но укутанный Макрон, он быстро поздоровался с принимающей стороной, с людьми и сел в машину, поехал в Аккорду. В Аккорде его ждал президент Тукаев и министры. Дальше. Тепло поприветствовав коллегу, президент начал представлять своих подчиненных министров, но среди членов Кабмина каким-то образом оказалась и депутат Мажелиса Айгуль Куспан. Поздоровавшись с ней, французский президент задержался и перебросился с депутатом парой фраз. Почему? На французском. Ну да, на французском. Но он и с Тукаевом тоже на французском говорил. Наверняка, что Тукаев знает французский, кроме китайского. Очень хорошо. Да, ну, почему он говорил кроме Тукаева еще и с Куспан, с Мажелисвуман, которая там не должна была быть? Потому что она, оказывается, тоже владеет французским. И поэтому, видимо, ее тоже в Аккорду пригласили, чтобы показать, что у нас кто-то, кроме Касанжимата Кемельича, тоже еще по-французски говорит. В общем, у нас у казахов ничего просто так не бывает. Отсюда, наверное, можно объяснить, как, значит, эта Мажелисвуман Куспан в тот день оказалась в Аккорде. Ну, там дальше было тоже интересно. Кто парле де франце? Вы идемте, да? Да. Ну, дальше были встречи в расширенном составе делегации, подписания двухсторонних соглашений. Наши страны договорились, естественно, развивать торговлю, продолжать работать во благо двух экономик и вкладывать инвестиции. То Каев и Макрон договорились и об открытии французских школ у нас. Но главной, основной причиной, почему Макрон вот так далеко отъехал от дома, разные эксперты называют все же энергетический вопрос. Франция хочет, чтобы Казахстан увеличил поставки урана, ну и заодно как бы отдалить нашу страну от России. Такого мнения уже придерживаются российские эксперты и СМИ, которые видят в визите иностранных глав государств в Казахстан элементы некого заговора. После нас Макрон отправился в Узбекистан, который тоже входит в число стран-поставщиков урана во Францию на всякий случай. Почему французский президент на самом деле приезжал в Казахстан, действительно, это связано с ураном. Поговорим с политологом Казбеком Бисибаевым. Казбек Жумабекович, добрый вечер. Слышно нас? Казбек Жумабекович. Добрый вечер, Казбек Жумабекович. Видимо, не плохо слышу. Здравствуйте. Теперь получше? Сейчас получше слышите. Добрый вечер, раз мы... Да, да, да. Спасибо большое. Добрый вечер. Ну, раз мы говорили по франции, то, наверное, лучше сказать бонсуа. 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 Я не очень владею языком, извините, но мерси, что вы так классно сейчас в нашей теме и что вы вышли с нами в прямой эфир. Хотели спросить, зачем на самом деле, ну, по вашему мнению, приезжал Макрон в Казахстан? Укрепить двусторонние отношения или все дело в Уране? Да, мы правы, все дело в Уране. Я вот перед вашим вот эфиром я посмотрел французские тоже всякие разные каналы и все они говорят, что Макрон приезжал по вопросу Урана. А почему по вопросу Урана? Потому что Францию, я так мягко скажу, попросили уйти из государства Нигер. Такое государство в... Нигер, из Нигер обладает большими запасами Урана. И вот Франция покупала там у них, у этого государства Урана. Еще надо сказать, что я точно не помню, сколько процентов, но большую часть электроэнергии во Франции вырабатывает атомный электростанк. Поэтому Макрон приезжал как раз по Урану, потому что там, скажем так, у них проблемы возникли, и он приехал в Казахстан, потому что мы обладаем, ну, по разным данным, первое место по запасам Урана. Второй идет в Узбекистан. Вот вам ответ, почему приезжал президент Франции, Мануэн Макрон, в Казахстан. А как вы считаете, запрос Франции увеличить поставки Урана может вызвать негативную реакцию, ну, скажем так, ревность у Москвы? И Казахстан может самостоятельно решить этот вопрос, или будут все равно консультации с Кремлем? Да нет, я не думаю, что... Ну, давайте для начала скажем, что у нас в Казахстане, конкретно в Казахстанской области, имеется совместное казахстанское и французское предприятие КАТКО, которое добывает как раз этот Уран. Тем более, это уже, я думаю, уже лет 10, наверное, как минимум. Поэтому мы давно продаем Уран Франции, и вопрос только один, только увеличение поставок. А что касается, как вы сказали, России, что это есть, это дело. И более того, насколько я знаю, что пресс-секретарь президента Путина и Песков говорят, что на эту тему, что это их, это суверенитие и дело Казахстана. Поэтому в этом плане мы, скажем так, простыми словами, это наш товар, кому хотим, тому и продаем. Тем более, это Уран, это идет на атомные электростанции. Да, но об атомных электростанциях еще поговорим. Вот до АЭС и другой вопрос. Вот как вы считаете, Франция, чтобы добиться поставок Урана в нужном объеме Казахстана, может выдать Мухтара Аблязова Казахстану? Вот такой вообще исход реалистичен? Или правозащитные организации, в том числе и французские, не позволят этого? Вопрос очень интересный. Дело в том, что вот во Франции у них в начале нулевых французская провинция, провинция того времени, в начале нулевых, под давлением экологов они, скажем так, начали сворачивать свою атомную энергетику. Дело дошло до того, что Франция, которая сама поставляла электроэнергию в соседних странах, стала покупать. Там вообще раздражился большой скандал. И на слушание, парламентские слушания, вызывали бывшего премьера-министра Леонеда Джоспана, бывшего министра экологии и других. То есть из-за этого, из-за этой вот этой политики экологов Франция сама себя отбросила назад в плане развития энергетических. И теперь у них очень серьезная проблема. Цены вырастут. Соответственно, вот когда цены вырастут, закрываются малые предприятия, вот эти разные полочки, очень реально там действительно очень серьезное положение. В этих условиях будет ли Франция, скажем так, когда ей нужен уран для атомной электростанции, будет ли она, скажем так, у себя держать, вот как вы сказали бы, корабля. Но если надо, если интересы Франции естественно превыше всего, то они интересы своего нового превыше всего. Ну поэтому, ну, они могут и отдать. Ну последний вопрос, очень коротко, если получится. Много говорят об атомной электростанции, строительстве ее в Казахстане. Многие связывают все это с интересами России, Росатома, с лоббированием конкретной атомной промышленности соседей российской. А вот по вашему мнению, вот этот визит Макрона, он может служить вообще серьезной заявкой Франции на строительство у нас своей АЭС, другой технологии. Вот, а вообще этот вопрос обсуждался или нет? Я думаю, я думаю, насколько я знаю, в составе делегации как раз глава национальной компании, вот французская, которая занимается атомной энергетикой. Вот дело в том, как я вам сказал, что в начале нулюбивых они свернули свою атомную программу, да, и теперь они страдают. И вот я слушал, я просто знаю, я слушал французских экспертов, они говорят о том, что из-за вот этого сворачивания под влиянием экологов, атомной программы французы стали отставать от своих конкурентов в России, Америке и Китае. Вот, поэтому уже, если уж говорить о строительстве вот французами атомной электростанции, к сожалению, для французов у них, скажем, позиции не такие усилия. Это по технологическому. Продолжение следует...